Огромное количество выпавших в Рязани осадков привело к потопам в квартирах жилых домов и наводнению на улицах. Ночь с 3 на 4 июня многие жители города провели без сна. На улице Комбайновой в доме номер 21, корпус 1, люди до утра решали проблемы, вызванные дождем. Начался потоп у меня с кладовки, текло все, вылетало все. Вы знаете, очень, как со шланга. Туалет, ванна, кухня вся текла. Вот даже сюда пошла вода. Вот отсюда ручьем бежала вода, вот так вот, прям и уходила на кухню. Сколько раз мы вызывали и говорили нашей управляющей, приходили, вроде наладят и все, какая-то труба забивается, не могут. 10 лет я здесь живу и постоянно такое происходит. Из лампочек ручьями вода лилась, прям вот отсюда мы подставляли тазики и вот вода бежала. У Галины и Виктора ночевали внуки. Дети испугались и заплакали, когда на их кровать полилась вода. Квартира расположена на четвертом, предпоследнем этаже. В данный момент в доме проходит капитальный ремонт фасада. Жители говорят, что во время него рабочие ходят по крыше и устанавливают там свое оборудование. Люрик поставили на крышу, чтобы Люрика была. То есть не крыша, а в креплении на крышу. А Люрик висел вот так вот у них. Жители предполагают, что рабочие продавили крышу, в результате чего она начала протекать. Вы это проломили ее, сделайте. Вот лезьте туда и смотрите. Я старый человек полез туда, на крышу. А теперь он пришел, эту дырку залатал целлофаном и камушками заложил. Это что безобразие-то? Крыша, говорят, ремонт у вас был только недавно капитальный. Другая версия потопа состоит в том, что в доме забита ливневка. По словам жителей, она проходит в центре здания, как раз рядом с электрическим щитком. Сразу замыкание произошло у нас, потому что из щитка сильно, вот в коридоре щиток, там сильно лилась вода. Это вообще как со шланга, под напором. Потоп дошел до первого этажа. Его последствия убирали всем домом. Друг другу на помощь приходили соседи. Воду из квартир и подъездов выгоняли вениками. Ночь, конечно, была бешеная. Я помогала девочкам сметать воду вниз. Свет отключили мне в холодильник. Ничего не жалко, но у меня там инсулин. И теперь я не знаю, могу я его колоть, потому что не работает в холодильнике. Всю ночь и следующий день люди провели без света. Здесь повреждений, как таковых, именно электропроводки пока не было, слава богу. Отключили мы вчера заранее сами электроэнергию, то есть аварийного отключения не было. Люди говорят о том, что сами остановили потоп. Один из жителей поднялся на крышу и заткнул забитую ливневку, чтобы вода уходила в другие водоотводы. Управляющая компания ночью им не помогла. Приходили сантехники или кто-то там, я не знаю, вот эти. Ничего в живо не сделало, даже хоть заткнуть не смогли. В это же время жители дома номер 30, расположенного на улице Зубковой, также сами справлялись со своими проблемами. По словам жильцов, вызванный представитель управляющей компании не смог попасть на крышу, заявив, что у него нет ключа. Он развернулся и ушел. Подтопленные жильцы разбудили половину дома для того, чтобы найти второй ключ, который оказался у одного из соседей. Выяснилось, что тот самостоятельно установил свой личный замок на крышу. Года два назад была аналогичная ситуация. Засорилось дренажное отверстие, просто попал кусок арбюроид. Вот сегодня же я пошел, посмотрел, нашел эту ливневку, она оказалась забита, не пойму чем, прочистил и все, все заработало. В управляющей компании отметили, что теперь замок сменен и ключ будет всегда находиться у диспетчера. Кроме того, коммунальщики пообещали, что уберут мусор от прошлогоднего ремонта крыши, который засоряет ливневки. Также они сказали о том, что уберут воду, скопившуюся на чердаке в поддонах под вентиляционными шахтами. Ночью ее вычерпывали жильцы. Убрать все недостатки управляющая компания обещает в течение недели. Так или иначе, снова пригласить собственников и показать, что работа выполнена. Если в этом доме проблема только в ливневке, то жильцы дома номер 21, расположенного на Касимовском шоссе, пережили ливень вовсе без крыши над головой. Тут идет капитальный ремонт кровли, часть которой уже сняли. Они объясняют нам так, что один слой они положили, а нужно еще второй, третий, но у них нет материалов. По словам жильцов, рабочие ждут материал. В то же время не укрывают крышу пленкой. За одну ночь в результате потопа у Аллы Шабановой разбухли все деревянные двери. Они не закрываются. Здесь вода льет преимущественно в кладовке, в коридоре и в туалете. Вот лежит у меня зонт, потому что льет конкретно у меня над унитазом. И мы вынуждены в туалет ходить вот так, чтобы не льло на голову, на спину вода с потолка. Не лучше встретили потопы рязанские автомобилисты. Многие из них утопили свои машины. В лучшем случае они глохли. В худшем в двигателе мог произойти гидроудар. Однако некоторые рязанцы решили не расстраиваться от дождя, а найти повод повеселиться. Молодые люди прицепили к машине резиновую лодку и рассекали по затопленным улицам. В свою очередь потоп коснулся не только города, но и самой природы. Еще пару дней назад мы делали сюжет о том, что АК обмелело и к новой пристани не могут причаливать суда. Но природа взяла свое и сейчас конструкция полностью затоплена. Новая пристань для круизных кораблей была построена весной этого года. Туристическая навигация была отменена из-за того, что к пристани не могли бы подойти корабли. А после ливней теперь с них не смогли сойти бы люди. В ближайшие несколько дней в регионе ожидаются дожди. Как будут выживать жители затопленных квартир, неизвестно. Но уже сейчас, по данным Росгидромедцентра, выпало 47% от среднемесячной нормы осадков за июнь.